Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. Ребята, прицепы категории О3, большие, просторные, огромные, с невероятно большой полезной нагрузкой, теперь они доступны для поставок в Российскую Федерацию. Дело в том, что американцы начали ставить на них АБС, а значит, они удовлетворяют всем условиям технического регламента Таможенного Союза и сертификационная лаборатория подтвердила, что на этот прицеп будет получен сертификат безопасности конструкции транспортного средства. Ну вот, ребят, вот вы сами убедитесь, значит, у него масса без нагрузки 1996 килограмм, а полная снаряженная масса 4,307, то есть 2 тонны 300 килограмм можно взять с собой груза, это невероятно. То есть, ну, вот этот прицеп, планировки такой, я в своей жизни не видел. Вы посмотрите, какое чудо внутри. Шесть спальных мест и планировка у него необычная. Вы такой еще не видели никогда. Давайте сейчас зайдем сначала внутрь. Ну вот у меня индикатор моя жена, потому что она зашла сюда и офигела. Да? Лен, чем он тебе понравился, скажи? Ну, это уже понятно, чем он нравится. Компания-то в дорогу. Мне просто очень удивило вот это зало, вот эта комната такая объемная. Диваны раздвигаются, то есть великолепные большие диваны раздвигаются элементарно просто. То есть получается два места здесь и два места здесь. Вот вокруг, смотрите, можно какую-то там, я не знаю, конференцию, совещание, просто поболтать, поговорить. Вот здесь какой-нибудь столик поставить. Мы даже друг друга перебиваем, мы такого еще не видели, да? Дело в том, что мы не путешествуем вдвоем. Мы путешествуем либо со всеми детьми, либо всегда с друзьями. Вот. И нам нравятся большие компании. И вот диван меня этот, конечно, очень удивил. Он очень легко раскладывается, опускается, то есть два спальных места здесь и два спальных места здесь. А конструкция дивана какая, вот смотрите, она новая. Только не так, Лен, наоборот. А, ну да, наоборот. Да, наоборот. Ну, не принципиально это, то есть. Не, по-моему, принципиально. А, нет, нет, все правильно, все правильно. Все правильно, ты правильно положил тут же вот ниша. Нет, не помните штучку. Да, 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 да. Нет, ты правильно бы сказал. Смотрите, смотрите, какое чудо, да? Вот здесь вот легли. Кстати, вот этот диван, кровать, можно поставить и здесь. Это не важно. Нет, не надо, тогда этот не откроется. Можно как угодно это ставить уже по вашему желанию. В принципе, даже в этом прицепе можно переставить. И вот, смотрите, вот телевизор, камин огромный, то есть можно отапливать его электричеством. Вот еще одна кровать, которая превращается в двуспальную, точнее еще один диван, который превращается в двуспальную кровать. Давайте посчитаем. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть спальных мест. А теперь давайте повернемся вот сюда. Давайте женщина-хозяйка, караванер, расскажет вам свои эмоции. Я даже не знаю, что она хочет сказать. Нет, я скажу, что эта кухня мне очень нравится своими масштабами и объемами. Всегда хочется доступа ко всем твоим принадлежностям. То есть вот большое количество полок и все очень удобно. Вот здесь тоже полочки помещаются. Очень много ящичков. Кстати, какие глубокие. Еще раз открою. Да, очень глубокие, очень объемные. Причем все это натуральное дерево. И везде шикарный доступ. Очень замечательно. И здесь тоже. То есть все это очень, очень меня... Любую хозяйку этого страны все в доступности. В доступности. А какое огромное количество этих шкафов. Они расположены там, где надо. И они какие-то очень домашние, красивые. А ну-ка открой вот холодильник еще. Холодильник здесь компрессорный. Никакой не абсорбционный. Там три часа или да. Ну каких три? Восемь часов нужно ждать, пока он станет холодным. А это компрессорный. Мгновенный холод. И, ну в общем, как у вас дома, да? Да, готовить можно и на вот этой поверхности. Очень она большая. И здесь с перетрахленной. Тоже очень большие, удобные поверхности для приготовления пищи. Вот. Столик здесь со стульчиками. Отдельный. То есть пять человек. Можно сесть замечательно. Это можно еще здесь поставить большой стол. Огромный. Какой хотите там вообще. Вот совершенно большой стол. И тут отмечайте день рождения. Вот прикиньте, можно приехать, свадьбу отметить. Куда-нибудь на природу или на побережье. С толпой народа. И там день рождения какой-нибудь, да? Вот. И погулять неплохо. Теперь давайте пошли в спальню хозяев. Вот тут такой вот тоннель интимный. То есть вот эта зона из гостевой плавно переходит. Вот из гостевой вот такой вот, да? Плавно переходит в интимную зону. То есть вот этот коридорчик подчеркивает, что сюда можно не всем. Да? То есть вот эта вот спальня хозяев. Вот она, видите? Да? Вот тут свои шкафчики. Тут окна не такие большие. То есть подчеркивает то, что, ну, тут все так уже интимно. Да? И что мне нравится еще в этом прицепе? Мелочно приятно. Вот это не фанера. Это обито специальной тканью. Получается как бы домашняя обстановка. И вот эти вот ниши, видите? Вот раз и два. Тоже очень интересно. То есть она вот прям вот сама уютность какая-то, да? Вот эта спальня. То есть здесь можно спрятаться и быстро заснуть. Вот у кого плохой сон, в этой спальне, поверьте, вы будете засыпать быстро. Тем более, естественно, тут натуральное дерево, оно как-то положительно влияет на организм человека. Они никогда не делают деревозаменители. Никогда. Даже вот видите, вот здесь обшито тканью и такой вот нейтральный успокаивающий цвет. Вот шкафчики. Вот так вот. Телевизор можно... А, вот телевизор можно повесить вот сюда. Да, его куда угодно можно, хоть к потолку прицепить. Это уже неважно. Так. Такая вот мощная дверь. Типа, знаете, от всех спрятаться, да? И чтобы даже звук не... Посмотрите, какая огромная. Да. Бух и закрылись, да? От всех. Дальше пошли. Сходим в туалет. Ну, для чтобы посмотреть, естественно. Так, пошли сюда. Большой, огромнейший душ. Умывальник. Над умывальником. Шкаф больше, чем у меня дома. Реально. У меня дома меньше, действительно. И вот тут какое большое количество всяких шкафов. Да жить в нем, жить в нем в этом прицепе можно. Вытяжка. Вытяжка. Унитаз. Туалетный пульт управления. Регулировка микроклимата. Дело в том, что вечером, когда мы собираемся все, эта комната как раз располагает для вечернего просмотра. Компания уютно. То есть не каждый лежит на своей кровати по разным своим норкам. А мы собираемся здесь все вместе. Это очень большой плюс. Но это те, кто любят путешествовать с большими... Это все, кто любит путешествовать с друзьями. Обычно мы собираемся все снаружи прицепа, потому что тепло. А вот в Норвегии, когда была зима, мы собрались вот в этом хобби, в маленьком, да. Вокруг снег, ветер, я не знаю, мороз, минус там 25-30. А мы собрались, сидим и мечтаем о чем-то, рассказываем. Это у нас закараваннировские посиделки. Представляете, мы в таком бы были прицепе. Это вообще, это супер. Так, пошли посмотрим, что у него снаружи. Значит, и так, вот этот один слайдер. Раз. Вот, можно сюда установить площадку и на ней разместить генератор. Рундук, дополнительный бак с водой. Кстати, можно сюда воды немерено хоть тонну повесить. Потому что, ну, представьте, 2 тонны 300 килограмм полезной нагрузки. Ну, куда? Это все благодаря вот этой категории О3 и вот этим материалам. Сочетание того, что на этом прицепе стоит АБС, а значит, он может быть больше, чем 3,5 тонны. И вот эти облегченные материалы дают такую полезную нагрузку. Представьте, 2 тонны 300 килограмм. Значит, как дополнительная опция может здесь использоваться электрофицированные лапы. Прямо здесь компании ставят, и они сами опускаются и закрываются. Вот еще один слайдер. Тут один слайдер слева, другой справа. Вот как раз сзади, где вот эта гостиная. Передача винт-гайка, которая поднимает, опускает прицеп. Бокс для газовых баллонов. Дальше здесь у нас вот вход в подкроватное пространство. Здесь можно багаж разместить. Значит, выход электричества. Внешняя маркиза, вон она, электрифицирована. Кстати, она оборудована системой, мы это оборудуем, у нас есть комплект оборудования, она оборудована системой автоматической уборки в случае усиления ветра. Пойдем еще его вокруг. Обойдем, может я что-то пропустил. Розетка электрическая. Одна. Вот это что у нас такое? Это газовый шланг, что, допустим, если здесь вы гриль хотите поставить, можно газ подключить. Вот бойлер. Это для того, чтобы у вас подогревалась горячая вода. Выхлоп газа котла. Ну а с вами была компания Дом в дорогу. Напоминаю, что мы не только продаем прицепы дачи и автодома, наш сайт домовдорогу.ру с нами интересно. Мы сейчас находимся недалеко от Чикаго, на севере Соединенных Штатов. Они практически не пропускают звук. Я дождался того момента, когда я сам это все проверил. Для хранения вещей трех аккумуляторов достаточно для двухнедельного автономного путешествия. Без всякого электричества. Моя жена от этого прицепа была в восторге. Эти прицепы могут буксировать обычные тягачи, нерамные, любые, потому что он относительно легкий. Хотя, в принципе, снаружи вы поймете, что он крутой.